Активное участие в открытой дискуссии приняла городской голова. В частности, Вадим Боченко поднимал вопросы образовательной субвенции и здравоохранения. В том числе говорил о неучете в субвенции здравоохранения переселенцев, которые сегодня живут в Мариуполе. Таких мы знаем, что сегодня постоянно зарегистрировано уже более 60 тысяч. Это никак не учтено сегодня в формульной расчете в субвенции. Мы недополучаем сегодня каждый год с вами порядка 40 миллионов. То есть много это мало, это ложится сегодня бременем нагрузки на бюджет города Мариуполя. Конечно, это много. Поэтому мы договорились о том, что формульные эти расчеты будут правильные, они будут взвешены и будут учитывать наших новых мариупольцев. Встреча с премьером продолжалась в течение трех часов. Вместе с главой правительства мэры обсуждали финансовую нагрузку на 2018 год. То есть о чем договорились? Договорились о том, что та нагрузка, которая сегодня легла на плечи городов в виде некомпенсации льгот, субсидий, до конца года будет компенсирована. Вот и государственные займы, которые еще были старых периодов, которые сейчас лежат также бременем ответственности на городах, тоже будет взаимозачет произведенный на уровне государства. То есть это не ляжет бременем ответственности на наши города. По льготам договорились о том, что по льготам категорируется и какая-то часть льгот будет компенсироваться со стороны центрального правительства. И мы, ту часть, которую мы считаем важным и нужным компенсировать на уровне городов, вы видите, как мы сейчас это уже подхватываем и делаем, то есть мы можем на местном уровне принимать. Премьер-министр был максимально открыт для общения с мэрами городов. Такой встречи не было за все 25 лет независимости, подчеркнул Вадим Бойченко. Еще раз, что предполагалось ранее, финансовая нагрузка на город Мариуполь в объеме 500 миллионов гривен. То есть мы можем посмотреть в историю, то есть мы в 2016 году получили финансовую нагрузку порядка 80 миллионов, в 2017 году порядка 300 миллионов и в 2018 потенциально порядка 500 миллионов. По сути, это могло поставить точку самой прогрессивной реформе децентрализации нашей страны, которая дала финансовый ресурс на места, и мы видим, как сегодня города и развиваются, и в хорошем смысле конкурируют между собой. То есть мы договорились о том, что все-таки и флагманом, и самой главной реформой остается реформа децентрализации, а локомотивом этой всей реформы остается премьер-министр Украины.